Всем здравствуйте! С вами Валентина Земскова. Сегодня 2 февраля и я собираюсь посеять лук репчатых глоба. Здесь у нас 0,8 грамм. Рекомендуют сеять на рассаду в первых числах марта. В середине апреля нужно начать закаливать, а в начале мая высадка рассады в грунт. Но так как у нас на юге России уже тепло в середине апреля, а практически с уверенностью можно уже сажать в конце апреля, то я сею вот сейчас в начале февраля. Не в начале марта, а на месяц раньше. Здесь семян очень много, сейчас я пересыплю и мы посмотрим с вами сколько их там. Смотрите, сколько здесь семян. Очень много. Кстати, давайте посмотрим на упаковочки до какого года. Срок годности у нас до 23. Так что я думаю, что всхожесть должна быть хорошей. Так, грунт я использую универсальный, с биогумусом он идет, Кева Биотера. Я не скрываю, какой грунт использую. Мне он нравится. И добавила вермикулит. Вот такой консистенции грунт получается. Я его слегка сверху смочила из пульверизатора, вот таким образом. Вот, чтобы он увлажнился немножечко. Перемешиваю еще раз тщательно. Просто здесь у меня оставался в тазочке сухой грунт и я еще сверху добавила из пакета. В пакете же влажный грунт, а в тазике успел высохнуть, поэтому я его еще дополнительно увлажняю. Вот так с вермикулитом перемешиваю. Так как здесь биогумус и так есть, то удобрения здесь вообще в принципе на первое время хватит с лихвой. Взяла вот такой контейнер. Он, по-моему, от грибов был. Там грибочки лежали. Сделала вот такие дренажные отверстия довольно-таки часто, видите, для того, чтобы там все лишнее, влага все уходила. И засыплю землей где-то вот до вот этой вот части. И тогда можно смело накрыть пакетиком на первое время и не будет конденсатом. Все это касаться земли. Делаю довольно рыхленькую, я не уплотняю. Теперь сделаю бороздочки. Пропрыскаю это все водичкой. И буду класть семена. Семена буду класть на небольшом расстоянии. Они такие черные, темные и плохо видно будет, куда я буду их сеять. Ближе покажу вам. Вот сюда одно кладу. Вот оно видно, его здесь на камере. И вот сюда вот так подправим. Вот, примерно на таком расстоянии. Вот издалека показывал. Вот примерно на таком расстоянии. Сейчас посею все семена. Надеюсь, мне хватит этой плошечки для всех этих семян. Посеяла я семена. Где-то здесь штук 70, наверное, семяшек получилось в этой плошечке. И что-то мне показалось, что, наверное, хватит. Осталось вот еще сколько. Видите? Но это я пересыплю снова в эту упаковочку. Закрою хорошенечко. И так как срок годности до двадцать третьего года оставлю на следующий год, может быть, в следующем году посею. В этом году буду вот эти выращивать. Напомню, что у нас рыхлая земля здесь была. Изначально мы не уплотняли ничего. Положила я семена на поверхность земли. Теперь я опрыскаю с пульверизатора прямо поверх них. Сверху еще слегка присыплю землей. Вот так беру руками и слегка-слегка. И снова опрыскиваю. Все. Теперь одеваю пакетик. Уже подписала дату. Одеваю. Все. И в таком состоянии я отправляю под лампу. Так как сейчас зима, солнечных дней очень мало. Короткий световой день. Ну, в общем, не совсем хорошие условия для того, чтобы росли растения хорошо. Поэтому отправляю под лампу. Ну вот взошел лучок. 2 февраля села. Сегодня уже 6 февраля. Сегодня пятый день. Вот такие всходы нашего лучка. Я пакетик снимала. Опрыскивала каждый день. Старалась для того, чтобы здесь влажно было. И сейчас в очередной раз открыла, чтобы опрыскивать землю. И вот увидела всходы. Вчера, по-моему, только не поливала. Но потому что здесь очень плотно закрыт контейнер пакетиком. Поэтому я и вчера не открывала. Потому что была уверена, что здесь влажненько. А вот сегодня уже радуюсь всходом. Так, здесь у меня прячется лучок под фитолампой. Сейчас достану, покажу вам. Сегодня собираюсь уже рассаживать по стаканчикам. Так, ну что ж, пришло время рассаживать лучок. Он уже подрос. Здесь уже есть по два вот этих вот перышка. По два настоящих листочка. Вот. И буду я пересаживать в 200 граммовые стаканчики с дренажными отверстиями. Землю использую универсальную с вермикулитом. И сейчас буду потихонечку рассаживать. Аккуратно ложечкой буду поддевать. И вот что у меня получается. Вот такие корешки. И сейчас стаканчик насыплю землю и буду сажать. Не заглубляю. Вот как он рос в земле, так и сажаю. Вот так. Первый лучок пересажу. Следующий лучок достаю. Тут рядом два лучка. Разделить попробую аккуратно. Вот так что у меня получилось. Здесь вот вообще земля осыпалась. Вот. Смотрите, что у нас. И здесь земляной комчик такой. Делаю углубление и сажаю. Второй пересажим. Продолжение следует... в общем вот так подкапывающими движениями вот снизу прям вот приподнимая землю так все вытащу и рассажу по стаканчикам смотрите какие лучки раскапываю вот так вот с корешками сейчас буду сажать какие-то вот видите есть по одному листочку 2 только начинают расти их тоже все пересаживаю вообще в общем все которые в этой плошечки все пересаживаю так ну что ж рассадила хочу показать какие я не сажала вот например тут только не оторвался то ли что уже не помню в общем вот такой и вот эти вот видите они как будто бы недоразвитые мелкие какие-то вот вроде второй листочек лезет но это такое неполноценное получается вот вся плошечка пустая вот сколько у меня стаканчиков с лучками насчитала примерно 52 лучка 52 стаканчика есть тут среди них по моему два таких лучка у которых сохнет кончик вот сейчас покажу вот по моему вот видите ну не знаю посадила надеюсь что выправиться нормально будет расти посмотрим и теперь я их полью поливаю каждый лучок земелька усядется и влажности хватит на первое время после пересадки вот так вот аккуратненько всей поливаю полила я все лучочки и здесь поставила на подоконник на балконе сейчас солнышко светит немножко облаками правда время от времени закрывает но по крайней мере видно что лучок освещаться будет конечно когда но здесь пасмурная погода то здесь очень холодно ну я думаю не страшно переживет лучок главное что когда солнышко будет света вполне хватать и будет тепло и светло и корни будут хорошо развиваться и вот сюда лучок поставила на другой подоконник в общем распихивала куда могла два стаканчика стоят на полу здесь на балконе но так что солнышко падает вот солнечные лучи падают на них это я колеса убрала с подоконников чтобы лучок поставить здесь я убирала эти колеса когда помидоры ставила сюда и эти колеса убрала когда мне надо было лук поставить так это что помещалась в эту плошечку в этой плошечке сюда и поставила где они стояли когда их посеяла здесь получилось 6 штук вот под фитолампой стоят интересно мне как под фитолампа будут развиваться лучочки в общем все в разных условиях но ничего ждем когда разрастется ждем весны уже сеть сегодня 26 февраля в общем весна не за горами но правда у нас морозы сильные сейчас снежок но все равно ждем тепла ну вот и пора сажать лук это только первая часть там еще у меня есть лучок вот он как разросся какой-то так разросся какой-то чуть поменьше и сейчас понесу в огород у нас уже днем и до 20 градусов тепла доходят но ночью еще 9 10 вот так я думаю что нормально уже для лука так в общем выкопала такую грядочку еще буду продолжать копать вытащила лучок из стаканчика такая хорошая корневая и ставлю сейчас измельчу все комочки которые тут есть вот так вот и засыплю землей потом покажу вам что это будет ну что ж посадила вот он так валяется еще его сейчас полью хорошенечко и все будем ждать когда разрастется вот он наш лук как развивается видите мощный какой я с него перышки не соваю вот тут конечно не все прижились но вот это вот грядочка это те кто выжил но я думаю что за этим тоже можно понаблюдать не страшно что там что-то не прижилось всякое бывает вот такая вот красота получается крепкий очень ну пока не выкапываем ждем когда дальше разрастется а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok